Гран-при Турции стал настоящим испытанием для гонщиков Формулы-1. Организаторы неожиданно уложили свежий асфальт. Не подозревавшие об этом шинники привезли самые жёсткие покрышки. В итоге 25 разворота во время пятничной тренировки. В этих условиях потом прошли и квалификация, и гонка. Более того, заезды состоялись на мокрой трассе, поэтому никто не рискнул перейти на слики. Выиграл же кошмарный гран-при Льюис Хэмилтон, что принесло британцу седьмой чемпионский титул. Столько же кубков брал только Михаэль Шумахер. Серхио Перес финишировал вторым. Это подняло команду Racing Point на третью строчку кубка конструкторов. А третьим финишную черту пересёк Себастьян Фетель, добившись лучшего для себя результата за сезон. К слову, большую часть гонки лидировали Лэнс Тролл и Серхио Перес. Но когда трасса начала подсыхать, экстремальные дождевые настройки машин перестали работать, и победного дубля команда Racing Point не заработала. Наш Даниил Квят проехал без аварий и почти без ошибок, но только двенадцатым. Двадцатилетний казанец Тимур Богуславский на Мерседесе AMG GT выиграл европейский чемпионат GT World Challenge. В последней гонке 100 километров поле Рикара Тимур занял 18 место, но набранных ранее очков хватило для титула. Выиграл же финальную гонку экипаж команды SMP Racing на автомобиле Ferrari 488. В его состав вошли итальянец Александро Гуиди, англичанин Том Блумквист и француз Камеле Дагар. Другой экипаж SMP Racing Сергей Сироткин, Тони Виландер и Антонио Фуока выиграл квалификацию, но саму гонку завершил седьмым. Выступая двумя машинами, российский коллектив набрал 80 очков за четыре этапа, что позволило выиграть командный зачет чемпионата, с чем мы его и поздравляем. Еврокубок Формулы Рено тоже завершился в поле Рикаре. Пилот молодежной программы SMP Racing Михаэль Белов завершил еврокубковый сезон Формулы Рено. В финальном этапе Белов допустил фальстарт, за что был наказан штрафом, который автоматически отбросил россиянина на пятнадцатую строчку. Впрочем, в воскресной гонке россиянин финишировал на шестом месте и заработал восемь очков. А всего, приняв участие в пяти этапах, Михаэль набрал 40 баллов и в общем зачете оказался тринадцатым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова